Сегодня у нас 26 августа 2021 года. Меня зовут Егора Ирина Викторовна. Я врач, косметолог, физиотерапевт и специальный тренер компании Гельтек по профессиональной косметике. Тема нашего сегодняшнего вебинара – это гальваническая дезинкрустация в процедуре чистки лица. То есть мы будем сегодня разбирать одну из разновидностей аппаратных чисток. И применительно к данной процедуре я постараюсь рассказать о нюансах ее, показать, насколько это возможно, с учетом того, что у нас веб-камера, экран, неочный мастер-класс, показать, как, собственно, производится процедура, то есть настраивается аппарат, что там для этого нужно. То есть мы это все разберем. Естественно, продемонстрировать процедуру на вебинаре у нас не получается. Это получается только на очных мастер-классах. Но я думаю, что материала будет достаточно много, и он будет довольно-таки доступный, как обычно. Что, собственно, из себя представляет воздействие гальваническим током на кожу нашего пациента? Используется постоянный ток. Постоянный ток, естественно, он не всегда комфортен, вообще электрический ток, и постоянный в том числе. И поэтому для воздействия на кожу, особенно кожу лица, используется небольшая сила тока. То есть в среднем ограничение ее до 10 мА, но по факту мало кто выдерживает комфортно, по своим ощущениям, более 3,5-4 мА. В среднем процедуры проводятся как и дезинкрустация гальваническая, так и, например, ионофорез, то есть внедрение активных веществ при помощи постоянного тока, на силе тока примерно 2,5 мА. Вот это среднее такое значение силы тока, которое комфортно переносится практически любым пациентам. Естественно, когда процедура используется на теле, но на теле не используется процедура дезинкрустации, чаще всего используется ионофорез, там более, скажем так, ток с большой силой тока, с более высоким значением, то есть там и до 50 мА можно использовать электрический ток, потому что на теле у нас нет такой чувствительности, как на лице. Вот на лице используется значение ниже. Соответственно, выставляем мы силу тока всегда по ощущениям пациента, и на большинстве аппаратов, я сегодня, в пример, буду приводить аппараты Мустанг, как бы на их примере рассказывать, но, в принципе, аппаратов, которые могут, имеют такую функцию воздействия постоянным током, то есть гальваническая цинкрустация ионофорез, их достаточно много, и, в принципе, они все похожи друг на друга, и если вы умеете пользоваться одним, то без труда разберетесь и с другим. Самое главное понимать, что когда мы работаем электродами с постоянным током, у нас будет обязательно один пассивный электрод, который пациент будет держать в руке, и, соответственно, для того, чтобы он его держал в руке, у нас при воздействии электрическим током гальваническим не допускается касание голой кожи металлической частью электрона. Поэтому мы берем салфеточку, вот из рулончика, да, какую-то, или бывает, еще таким лайфхаком поделюсь потом, вот бывают специальные такие сумочки, но можно и самому сделать, и самое главное, чтобы смоченной водой и хорошо отжатая вот эта салфеточка в несколько слоев обернула наш пассивный электрод, который держит пациент в руке. Также можно использовать электрод пассивный, стационарный, который бывает зачастую в комплекте к аппарату, истокопроводящий резины, тогда мы можем закрепить при помощи ленты Велкро, например, на плече или положить под спину этот стационарный электрод, и работать по лицу уже лобильным электродом, и пациент в руке тогда ничего не держит. Но обязательно должен электрод пассивный касаться тела пациента, для того, чтобы эта цепь была замкнута, потому что постоянный ток, он идет в одном направлении, то есть либо от плюса к минусу, либо от минуса к плюсу. Что еще, какой лайфхак, да, я хотела сказать, да, вместо вот этих вот салфеточек можно взять тряпочки влаговпитающие из, как правило, микроцеллюлоза, или как этот материал называется, ну, вот эти вот тряпки, которые мы склечатые такие, пористые, которыми мы вытираем со стола, и они очень хорошо убирают воду. Из них чаще всего делаются сумочки для вот этих вот стационарных электродов, и ничего нам не мешает взять, например, из этой же салфеточки, вырезать прямоугольничек, прошить с трех сторон и надевать влажную, отжатую вот эту вот салфеточку на наш электрод. Мы можем сделать их несколько штук, мы можем их замачивать в антисептике, мы можем их стирать, сушить и дальше использовать. Вот, поэтому это будет немножечко более экологично, чем одноразовые салфетки, например, если это важно. Вот, у нас есть пассивный электрод, и у нас есть активный электрод. Активный электрод у нас иметь может форму, там у меня в процессе вебинара есть слайдик, где нарисованы эти, то есть есть фотографии активных электродов, может он иметь форму бочоночка, то есть кататься по коже, это достаточно удобно, когда мы делаем процедуру на лице, может иметь форму грибочка, и, соответственно, разница только в том, что если он у нас имеет форму бочонка, то влажную салфетку, пропитанную, в данном случае, так как мы делаем дезинкрустацию щелочным специальным раствором, мы накладываем на лицо, можно использовать масочек специальный, вот, и уже электродом вводим по маске. Если же у нас бочоночек, то тогда, ну такой шарик или полусфера, полусфера, то тогда мы салфетку, отжатую, влажную, с пропитанным лосьоном для дезинкрустации, щелочным специальным, мы надеваем на вот эту вот нашу поверхность электрода, резиночкой вот здесь закрываем, то есть прицепляем резиночку, да, так удобнее будет, и уже вводим по лицу непосредственно вот таким образом, этим активным электродом. То есть если какие-то будут вопросы, сразу задавайтесь, вдруг что-то непонятно, я с удовольствием на них отвечу. Таким образом мы готовим кожу, да, я протокол чуть позже дам, как мы это делаем, и уже обрабатываем ее по, соответственно, нужному нам раствору. Хочу напомнить основные физические, так сказать, принципы, да, из физики, да, что у нас делает отрицательный электрод, что у нас делает положительный электрод, как вообще работает гальванический ток, чтобы понимать вообще, что у нас на коже будет происходить. То есть мы знаем, что гальванический ток – это постоянный ток, соответственно, у нас он имеет одно только направление, либо от минуса к плюсу, либо от плюса к минусу, соответственно, отрицательно заряженные, ионы, они двигаются к аноду и называются они катионы, а, соответственно, в смысле они они ионы, и, соответственно, ионы положительные, которые двигаются к катоду, называются катионы. Катод у нас заряжен отрицательно, анод у нас заряжен положительно. И это движение ионов, оно зависит от того, естественно, как в этом водном растворе ингредиенты будут диссоциировать. То есть есть растворы, в которых преимущественно положительно заряженные находятся ионы, есть растворы, в которых отрицательно заряженные ионы находятся. Например, тот же самый гель с гиалуроновой кислотой, с низкомолекулярной, он преимущественно отрицательно заряженные ионы содержит. Поэтому при ионофорезе, в процедуре, когда мы вводим в глубокий слайкожи ту же самую гиалуроновую кислоту, мы будем вводить ее с минусом. И, как правило, эти данные всегда есть, например, в методических указаниях, которые прилагаются к косметике, которые используются в аппаратных процедурах. У нас тоже есть, например, на сайте в разделе «Полезные материалы» методические указания по применению, беленькая книжечка такая, в которой все наши средства разобраны, с какого полюса, с каким можно вводить. У нас есть и биполярные средства, и те, которые с какого-то определенного полюса выводятся. Это все можно там посмотреть, если вы собираетесь делать такую процедуру, как ионофорез. Если же мы делаем процедуру дезинкрустации, нам, в принципе, нужно только два препарата всего лишь для проведения непосредственно дезинкрустации. Это гель дезинкрустирующий и лосьон дезинкрустирующий. И, соответственно, гель у нас используется одновременно и как средство для холодного распаривания, то есть мы его наносим на 15 минут перед процедурой на очищенную кожу, под пленку или под пленочную маску одноразовую. И потом заменяем пленочную маску на вот эту вот из фанлейса, например. И уже ее мы пропитываем лосьоном для дезинкрустации щелочным. И уже по ней будем работать с лобильным электродом. Либо мы этим лосьоном, как я уже говорила, пропитываем салфеточку, оборачиваем электрод, если у него не бочоночек на конце, и обрабатываем уже этим электродом с надетым на него салфеточкой. Вот. Особенности процедуры с использованием гельванического тока, ну вообще электрического тока, это основное то, что препараты, это по сути солевые растворы, то есть они водорастворимые, масла в составе быть не должно. То есть по крему мы не можем сделать эту процедуру, каким бы противоуспалительным, например, он не был. Кроме того, если мы имеем в виду, например, такую процедуру, как ионофорез, то мы можем вводить в глубокие слои кожи какие-то элементы, которые будут иметь небольшую величину молекулы, которые будут хорошо диссоциировать на ионы и проникать глубже эпидермиса, то есть фактически в дермальный слой по путям наименьшего сопротивления через потовые железы, через волосяные фолликулы, через протоки сальных желез. И таким образом мы можем депонировать даже какое-то лекарственное вещество или активный ингредиент косметического препарата на какое-то время, там от нескольких часов до суток, как правило, или даже до нескольких суток, в случае некоторых лекарственных препаратов, депонировать непосредственно, локально, в месте, куда мы хотим это вещество привнести. Если мы работаем в косметологии, чаще всего это лицо, чуть реже тело, а если мы работаем, например, в физиотерапии, то мы, естественно, тогда в то место, как говорится, где болит, вводим какое-то лекарственное вещество. Самый простой пример – это те же самые нестероидные противоспалительные препараты, например, профенового ряда, которые вводятся, например, при корешковом синдроме паравертебрально при помощи ионофореза. Ну, как правило, все-таки в физиотерапии чаще используются стационарные электроды, а мы в косметологии используем лобильные электроды, потому что им удобнее работать по лицу. Хотя для лица, в принципе, в физиотерапии тоже существует такой электрод, так называемая маска-берганье, полумаска-берганье, которая может накладываться на одно лицо, на одну половину лица, и пассивный электрод находится где-нибудь на плече или под спиной, и можно действительно внедрять сразу в большую поверхность какие-то активные вещества. Но для дезинкрустации, которую мы сегодня разбираем, это не подходит. И здесь мы работаем в основном по салфеткам или по тканевым нетканым маскам с помощью вот этого лобильного электрода. Ионофореза я постараюсь уже особо не касаться, я просто о нем упомянула, чтобы вы видели разницу между, например, дезинкрустацией, процедурой дезинкрустации и ионофорезом. И, соответственно, при дезинкрустации у нас есть определенный алгоритм, как мы делаем эту процедуру для того, чтобы достичь своей цели. А цель наша какая? Запустить реакцию омывания жиров прямо непосредственно на коже. У нас есть три глицериды кожного сала, у нас есть сальные пробки и прочее. То, что мы хотим как раз растворить при помощи постоянного тока и максимально возможно убрать с поверхности кожи. И для этого дезинкрустации используются щелочные растворы. И под отрицательным электродом таким образом образуется щелочь. И сам щелочной раствор является щелочью. И под катодом максимально концентрируется раствор с щелочным паш. И таким образом у нас эта щелочь вступает в реакцию с кожным салом и происходит омывание липидов кожного сала. То есть фактически реакция омывания жиров наподобие той, которой, например, мыловары используют ее для того, чтобы сварить, например, домашнее или недомашнее мыло. Таким образом, если бы мы использовали, например, натриевые соли и натриевые у нас в качестве щелочи было бы, мы бы получали твердое мыло, а если мы используем калевые, то получаем жидкое мыло. Собственно, у нас в дезинкрустантах соли калия, которые позволяют, можно сказать, превратить наше кожное сало в жидкое мыло. Также происходит протеолиз белка. То есть мы все-таки растворяем еще и омертвевшие клетки и вещество, которое их, собственно, связывает. И таким образом как раз дезинкрустация является одной из, можно сказать, практически самых эффективных аппаратных чисток. Потому что в отличие от ультразвукового пилинга, конечно, гальваническая дезинкрустация больше работает как раз на эвакуацию жира, на растворение сальных пробок. А ультразвуковой пилинг, он работает больше на устранение гиперкератоза, то есть отшелушивание идет. Такое равномерное, хорошее, полномерное отшелушивание рогового слоя. Но при этом на кожное сало, в принципе, ультразвук, он практически никак не влияет. Дальше я хочу напомнить основные особенности вообще реакции физиологических кожи, которые происходят у нас под положительным, под отрицательным электродом. Это я делаю для того, чтобы было понятно вообще, почему у нас процедура дезинкрустации является двухэтапной и какие нюансы важно соблюсти, чтобы сделать ее правильно. Катод – отрицательный электрод, который, собственно, отвечает за миграцию к нему, например, положительно заряженных ионов, то есть реакцию анафореза. Он создает щелочную реакцию на кожу, то есть pH у нас увеличивается. Он притягивает влагу в эпидермис, то есть происходит такое явление, которое называется гидроосмос. Это как раз такая гидротация, разрыхление кожи. Верхний слой разрыхляется, влага туда притягивается. Плюс еще мы предварительно делали холодное распаривание на 15 минут под пленочку с гелем дезинкрустирующим. И таким образом мы усиливаем этот эффект. Кроме того, катод влияет, отрицательный электрод, на тонус кожных пор. То есть они расширяются. Это нам тоже на руку, потому что тогда легче будет эвакуироваться оттуда кожное сало. Кроме того, катод является таким известным стимулятором, можно сказать, возбудителем. И он, во-первых, способствует расширению сосудов, капилляров. То есть усиливает микроциркуляцию. Может немножечко усилить секрецию сальных потовых желез. Но это в нашем случае даже неплохо, потому что кожное сало, если кожная железа сальная будет немножко активнее работать в этот период времени, оно немножко подрастворится изнутри. Его опять-таки будет легче эвакуировать. Нервное кончание тоже стимулирует. Тогда даже гиперемия появляется в процессе процедуры, которая быстро проходит. Потом, пока человек под маской лежит, под одной, под второй. И, в общем-то, быстренько это все нивелируется. Кроме того, мы вторым этапом обрабатываем кожу с плюса. И часть реакции, которая возникает под катодом, мы нивелируем таким образом. Кожная чувствительность тоже может повышаться, как раз за счет этого тоже. И за счет расширения сосудов может быть легкое покраснение. И это нормально при обработке кожи с минусом. Когда мы потом обрабатываем кожу с плюса, то есть происходит реакция катафорез, мы возвращаем главным образом кожу PH, его слабокислый, PH эпидермиса. И мы таким образом вот этот эффект омыления жиров на коже, мы устраняем, то есть мы закрываем процедуру, пользуясь тем, что все эффекты катода, они обратимы. Закрываются поры, сужаются сосуды, кожа успокаивается, нервное окончание расслабляется, соответственно эпидермис немножко подсушивается, то есть восстанавливается его плотность. Вот эта реакция гидроосмоса, она нивелируется. И поэтому, собственно, мы те эффекты, которые нам нужны были, или которые были как побочные при воздействии с катода, мы устраняем путем обработки кожи с анодом. Работаем мы с анодом просто по обычной воде или по любому нейтральному тонику, и таким образом мы заканчиваем вот эту вот процедуру, собственно, вот этим вот вторым этапом. Какие мы используем, мы подробно еще протокол проговорим чуть дальше. Параметры тока, которые мы используем, это, как я уже говорил в самом начале, небольшая сила тока, то есть в среднем это где-то 2,5 мА, ну у людей разная бывает чувствительность, кто-то и на 1,5 мА может уже быть дискомфорт у этого человека, но в основном 2,5, даже 3 мА вполне себе комфортно переносится. То есть не нужно терпеть, не нужно допускать какого-то жжения или боли, наш человек любит, как говорится, чем больнее, тем эффективнее, но на самом деле здесь не тот случай, и поэтому мы должны предупредить пациента, ориентироваться на ощущение легких покалываний, мурашек таких, ну в общем достаточно комфортное ощущение. Не должно быть никакого жжения, не должно куда-то там отдавать в зубы, в голову, никаких звуков лишних, никаких неприятных ощущений, дискомфортных быть не должно. Это всегда говорит о том, что нужно силу ток прибирать, если вдруг что-то такое появляется. Соответственно, сама чистка длится в среднем 9 минут. Вот, если это ионофорез, да, тут у меня слайд и для дезинкрустации, и для гальванофореза, как бы параметры. Поэтому если мы делаем ионофорез, то да, в среднем где-то 15 минут он длится, а если же это дезинкрустация, то, как правило, она длится порядка 9 минут. То есть 7 из них мы работаем с катодой, и пару минут работаем с анодой. Плюс-минус там 1 минута, все зависит от объема лица тоже. Мы выставляем параметры. Вот у меня здесь, попробую вам показать, если будет, я надеюсь, видно. У меня здесь самый простой аппарат, гальвоформ мустанговский. Мы его включаем, и здесь у нас есть ограничитель силы тока, и мы выставляем здесь 10 мА вместо 80, чтобы случайно не ударить пациента большой силой тока. 80 мА – это как раз для программ процедур по телу. И, соответственно, здесь у нас кнопка включения. Выставляем ограничитель на 10 мА. Вот здесь выставляем время. Мы можем поставить, например, 7 минут для первого этапа. Можем, как говорится, следить просто за временем, с запасом поставить. Вот эта кнопочка, она позволяет менять полярность. Если мы посмотрим сюда, у нас сейчас плюс находится там, где красненький. Красненькая метка на проводе. У меня как раз туда лоббильный электрод подключен. Активный электрод, а пассивный электрод у меня подключен к минусу. Если я хочу делать первый этап процедуры цинкрустации, я поменяю полярность, чтобы не перетыкать электроды. У нас получится катод теперь красненький, а нод плюс положительный, который мы дадим в руку пациенту. То есть для первого этапа я аппарат настроила. 7 минут, лоббильный электрод катод у меня активный, пассивный электрод у меня анод, то есть плюс, и ограничитель силы тока стоит на 10 мА. Соответственно, вот этим потенциометром мы будем увеличивать силу току. Но первое, что мы должны сделать, естественно, подготовили кожу, сделали холодное распаривание, заменили нашу пленочку на маску, пропитанную лосьонным концентратом. После этого мы уже можем включить сам аппарат вот этой кнопкой. И прежде чем мы будем увеличить силу тока, мы должны коснуться, соответственно, дать электрод пассивный в руку пациенту и коснуться какой-то наименее чувствительного участка на лице нашим активным электродом, естественно, поверх маски. И после того, как мы коснулись, мы постепенно увеличиваем силу тока. Когда мы ее увеличиваем, естественно, она будет вот здесь увеличена. У меня пока, как говорится, не замкнут контур, он у меня не будет ничего увеличивать, естественно, я не могу это в бедно держать аппарат и показать. Но когда мы увеличиваем, она постепенно с шагом 0,5 будет увеличиваться. И по ощущениям пациента мы спрашиваем комфортно, появились ли мурашки, покалывают, не покалывают. Как только появились мурашечки, легкое покалывание, мы можем остановиться, увеличивать силу тока и начать проводить процедуру. Если есть какие-то вопросы, тоже сразу задавайте. Еще для примера я вам принесла аппарат Mustang Physiomelt, который чаще всего для микротоковой терапии лично я использую, потому что здесь много других всяких параметров, помимо гальваники. Гальваника здесь как раз не основная. И здесь есть одна хитрость. Чтобы попасть в эту директорию, которая и содержит у нас гальванизацию и электрофорез. То есть на этом режиме можно делать эту процедуру. Но чтобы попасть в эту директорию, на аппарате Physiomelt надо нажать кнопочку программы на выключенном аппарате, зажать ее и включить. И тогда выпадает вот это меню физиотерапии и косметологии микротоки. То есть если мы выйдем в меню косметологии микротоки и выберем его кнопкой В, то мы попадем в ту директорию, на которой мы проводим микротоковую терапию. То есть здесь будут уже микротоковые программы. Соответственно, если же мы... Нам надо его выключить и заново сделать это. А если же мы зайдем в директорию физиотерапия, выбор, да? Сейчас выберу его. Вот. И здесь тогда у нас уже появятся физиотерапевтические процедуры. То есть здесь идет гальванизация электрофорез, диадинамотерапия, среднечастотные модулированные токи и так далее. И, собственно, мы выбираем тогда гальванизация электрофорез и делаем процедуру именно на вот этом режиме. Вот. И здесь у нас уже выйдет... Мы можем один лишний экранчик отключить, потому что у нас здесь просто у меня двухканальный аппарат, поэтому мне второй не нужен для проведения дезинкрустации. И здесь мы уже ставим на дисплее 10 мА как ограничитель, то есть можно их и больше сделать, но нам не нужно. И можем выставить время. То есть можем вот здесь выставить время, выбрать время, да, и можем выбрать диапазон тока. И после того, как мы все это выбрали, мы точно так же нажмем пуск, точно так же здесь полярность меняется одной кнопочкой. Вот. Если нужно поменять. Вот. И, соответственно, подсоединяем электроды и точно так же готовим кожу. Поверх нашей салфеточки прикладываем электрод наш активный. И вот этим потенциометром увеличиваем силу тока. Ну, естественно, после того, как уже нажали пуск. И когда мы заканчиваем процедуру, мы тоже сначала уменьшаем силу тока до минимума, выключаем аппарат и только потом отнимаем электрод от лица. Это делается для того, чтобы у нас не было такого момента дискомфортного, когда у нас резко отнимается электрод. Это не касается не именно конкретно этих аппаратов. Более того, в Гольвофоре реализована сейчас функция, когда вы даже можете отрывать от кожи и автоматом будет сбрасывать на ноль аппарат силу тока, и человек не будет чувствовать дикофорта. Но на каких-то, может быть, других аппаратах еще не реализована эта функция. И когда мы электрод от кожи отнимаем, у нас ток, можно сказать, такую узкую точку начинает бить. И, естественно, силу тока на вот эту поверхность, площадь, она увеличивается, и человек чувствует такой прям удар тока неприятный. Поэтому, чтобы этого не было, если вы не уверены, что у вас аппарат сам сбрасывает, на ноль силу тока при нарушении контакта электрода с кожей, то лучше, конечно, сначала выключать аппарат, потом убирать электрод от лица. Вот это такой вот нюанс. По поводу аппаратов вопросов нет. Ну, как бы понятно, как он подключается, да, и как это сделать. По поводу самих процедур, да. Курс процедур, он, собственно, только при йонфорезе делается курсом, да, эти процедуры, а при воздействии к глюваническим токам с целью дезинкрустации, это, как любая чистка, процедура делается по необходимости. Главное ее не делать чаще, чем один раз в 7-10 дней, потому что, ну, чаще нет смысла. Так же, как и ультразвуковой пилинг, так же, как и любая чистка лица, травматичная или комплексная, чаще раза в неделю или раз в 10 дней делать ее не стоит, потому что мы просто будем повышать чувствительность кожи, и, в общем, нам это ни к чему. Естественно, надо соблюдать правила, о которых я уже до этого упоминала. У нас обязательно электрод должен касаться кожи через какую-то гидрофильную прокладку, в данном случае это может быть или салфеткой, или маской, пропитанной веществом, да, которое нам нужно, ну, в данном случае с инкрустирующим лосьоном, или это может быть, допустим, в случае пассивного электрода, да, это может быть сумочка, сделанная из гидрофильного материала. Вот, и, собственно, естественно, у нас работаем мы по лицу, и пассивный электрод у нас где-то на теле находится, в руке или на плече или под спиной, и правило, которое говорит о том, что расстояние между электродами должно быть не менее площади одного электрода, естественно, мы соблюдаем автоматически, да, но если же мы работаем, например, стационарными электродами в физиотерапии, там надо тоже помнить об этом нюансе, что расстояние между электродами должно быть не менее площади одного из этих электродов. Вот вечная моя фотография наших электродов, какие они могут быть по форме, вот, и, собственно, если они являются грибочком или валиком, как я уже говорила, мы тогда этим валиком не водим по салфетке, а удобно и просто саму салфетку одеть на электрод, закрепить резинкой, естественно, смоченной, отжатой, да, тряпочка, лосьонной для дезинкрустации, и работать уже непосредственно по коже, соответственно, этим электронам. Вот, когда мы делаем холодное распаривание при помощи геля дезинкрустирующего и работаем вот таким способом, например, да, нам, и даже если работаем по маске, мы не смываем гель, вот, он так и остается на коже, сколько у вас осталось в период холодного распаривания, просто поверх него мы либо кладем салфетку, пропитанную лосьоном, либо вводим вот этим вот электродом. Если, конечно, мы очень-очень много геля нанесли, мы можем часть его убрать или вообще убрать только лосьоном, как говорится, закрыть. Но оптимально, я считаю, оставить какой-то небольшой слой геля все-таки на лице, который работал как холодное распаривание, это предотвратит подсыхание каких-то участков кожи и, соответственно, из-за этого, допустим, снижение эффективности самой процедуры. Когда мы делаем процедуру аппаратную, мы всегда должны помнить о противопоказаниях. Это тоже очень важно, потому что противопоказания у всех аппаратных процедур примерно одни и те же, и нам обязательно нужно спросить пациента о том, нет ли у него противопоказаний к ним, а, соответственно, какие они могут быть, надо знать. В первую очередь, это, конечно, онкология и беременность. То есть с онкологией в анамнезе и беременным мы аппаратные процедуры не делаем никакие. Поэтому здесь тогда надо обойтись обычными способами чистки лица. Более того, у беременных не только химические какие-то вещества, а просто какие-то неприятные ощущения дискомфортные могут вызвать гипертонус матки, поэтому даже с обычными чистками, если они не прямо щадящие, а травматичные, без всякой боли и прочее, нужно быть осторожнее, потому что спровоцировать гипертонус можно обычной болью, или дискомфортом, сжением каким-то. Поэтому с чистками лица тоже поосторожней. Ну и, естественно, когда женщина находится уже в третьем триместре беременности, как правило, косметологические процедуры практически никакие не делаются, потому что ей банально тяжело лежать на спине, если уже достаточно большой у нее срок. Что касается процедур аппаратных, то при беременности, естественно, любые аппаратные процедуры запрещены, неважно, на область живота они воздействуют или на область лица. Это надо помнить. Что касается онкологии, да, в физиотерапии действительно используются аппаратные процедуры и в реабилитационном периоде и так далее, но эти процедуры используются строго по показаниям и в профильных ЛПУ, то есть в лечебно-профилактических учреждениях. То есть если, допустим, в физиотерапии я буду назначать, там, пресс-терапию ту же самую, женщине непосредственно после мастектомии, чтобы убрать лимфостаз с руки на пораженной стороне, это будет нормально, но, например, как косметолог взять ее в кабинете на процедуру, например, какой-нибудь лазерной биоритализации, я не смогу, потому что, как говорится, онкология, и это является противопоказанием прямым для проведения любых аппаратных процедур в условиях косметологического кабинета. Естественно, если, конечно, что-то такое было давно, и на учете уже, собственно, человек по этому диагнозу не стоит, то допускается, конечно, проведение различных процедур, вплоть даже до аппаратных, и, в общем, инъекционные процедуры делаются, но всегда, конечно, с онкологией в анамнезе надо быть очень осторожными, особенно если процедуры или препараты, или инъекции являются стимулирующими, потому что здесь как раз можно спровоцировать какой-то негатив или, не дай бог, рецидив, потому что стимулировать наши процедуры или какие-то вещества могут, к сожалению, не только те клетки, которые бы нам хотелось стимулировать, но и атипичные клетки, например, которые могут быть в какой-то опухоли. Это самые основные противопоказания, абсолютные. Острые воспалительные гнойные процессы, но особенно в месте приложения нашей процедуры, естественно, будут противопоказанием. Обычные ОРВИ, грипп и так далее тоже будут противопоказанием, лихорадочное состояние, потому что аппаратные процедуры, конечно, ну и вообще никакие процедуры в таком состоянии не проводятся, организм борется с инфекцией, и неизвестно вообще, помимо того, что может заразить, если это инфекционный какой-то процесс самого специалиста, неизвестно, как этот пациент вообще отреагирует. Очень часто еще задают вопросы, как быть с кормящими женщинами. С кормящими женщинами все немножко проще, но желательно, чтобы когда мы делаем какие-то активные процедуры в косметологическом кабинете, чтобы у женщины уже была зрелая лактация, то есть не первый месяц после родов, а хотя бы 3-6 месяцев после родов, там уже действительно можно все практически, кроме чего-то откровенно токсичного. И, соответственно, процедуры можно любые, в принципе, которые разрешены с учетом остальных всяких противопоказаний. Другое дело, что просто пока такой вот период где-то до 3 месяцев, ну зрелая лактация, понятно, она где-то за месяц, полтора раза сформируется, но это же касается именно молока. А что касается гормонального фона, иногда до полугода, а то и дольше восстанавливается гормональный фон после беременности, и кожа, конечно, может реагировать совершенно непредсказуемо на любые, особенно агрессивные какие-то воздействия, поэтому здесь просто надо быть осторожным, ожидать того, чего в норме мы иной раз не ожидаем, и это касается и процедур, и каких-то назначений домашнего ухода. Вот, поэтому здесь как раз надо немножечко проявлять бдительность, но в принципе то, что не токсичное и не попадает в кровь, кормящей женщине на самом деле можно, если у нее, как говорится, все устаканилось, что касается гормонального фона и нормально зрелая лактация, поэтому здесь как раз таких ограничений сильных нет, как, например, при беременности. Системные заболевания крови, какие-то склонности к кровотечению, или наоборот тромбозы, какие-то кожные заболевания, экзема, дерматит, псориаз и прочее, вообще нарушение целостности кожных покровов, то есть ссадины, ранки какие-то, может быть, множественные какие-то невусы, то есть, например, синдром диспластических невусов, тогда мы стараемся все-таки тоже аппаратные процедуры не делать в этой зоне, потому что, например, доброкачественные на образование, они могут в каких-то случаях превращаться в недоброкачественные, то есть, мальганизироваться, и потом мы отличить иной раз не можем визуально, доброкачественное это образование или нет, поэтому, если мы не можем такое образование обойти, грубо говоря, крупную какую-нибудь родинку, то тогда, если их очень-очень много, они рассыпаны по всему лицу, то лучше мы, конечно, на лице аппаратными методиками работать тоже не будем. Если это там несколько родинок, которые без проблем обойти, то вполне можно делать. Расстройство кожной чувствительности, то есть какие-то неврологические патологии, тоже важны, когда мы работаем как раз с электрическим током, потому что мы выставляем силу тока именно по ощущениям пациента, а если он не будет чувствовать, то мы можем, естественно, особенно если в аппарате нет табло, которое показывает силу тока, можем очень-очень ошибиться. И поэтому здесь как раз расстройство кожной чувствительности будут тоже противопоказаниями. Ну, кроме того, неврологические какие-то патологии, они тоже зачастую являются противопоказанием для проведения аппаратных процедур, особенно которые связаны с воздействием электрическим током, не обязательно постоянным переменам в том числе, поэтому здесь как раз это может быть ограничением. Ну, кахексия, понятно, ну, какие-то тяжелые вообще декомпенсированные состояния, патологические, они тоже, аппаратные процедуры у нас тогда в этом состоянии не делаются, наличие металлических имплантов, как внутрикожных, так и, например, дентальных, являются противопоказаниями, внутрикожные абсолютные противопоказаниями, ну, их сейчас редко встретишь, так называемые золотые нити, но бывает, еще бывает у человека, например, какие-то элементы остеосинтеза в лице, то есть, например, не дай бог, там был в аварии в какой-то, или там боксерами, или просто побили, потом собирали, например, нижнюю челюсть, височный нижний челюстной сустав, там могут быть какие-то скобы, могут быть пластины, и, естественно, если это есть, то, как бы, процедуру с электрическим током на лице делать нельзя. Если же дентальные импланты стоят, например, и нет точных сведений, что они какие-то там изолированные, которые, собственно, не будут разогреваться, то воздействие с электрическим током, это лучше узнавать, соответственно, у врача, который это устанавливал, да, у протезиста. Но их можно изолировать, например, сухой турундой или специальной капой, то, в принципе, можно заизолировать и делать процедуры, связанные с электрическим током. Но, например, если имплант стоит в нижней челюсти, изолировать легко, в верхней челюсти гораздо сложнее, потому что мы, собственно, работаем на уровне кости, куда вкручивается металлическая часть импланта, а проложить сюда уже турунду, ну, это вообще нереально, практически она там как бы не удержится, и туда даже ее и не засунешь. Вот, поэтому здесь как раз надо смотреть, где расположено, можно ли заизолировать, потому что чем чревато воздействие электрическим током при наличии дентальных имплантов? Да только тем, что ток может действительно разогреть немножко этот имплант, особенно если он свежеустановленный, он может расшататься и выпасть. Это очень дорого, долго и больно устанавливать их. Поэтому здесь как раз лучше, если особенно много имплантов, лучше тогда все-таки какие-то другие процедуры делать, не связанные, например, с постоянным током. Но это не относится, кстати, к микротоковой терапии. К микротоковой терапии часто спрашивают. Микротоковой терапии поверхностное воздействие, имплант не разогреет, используется в основном переменный ток там, и можно спокойно делать при наличии имплантов в микротоке. При куперозе, ну, естественно, здесь тоже у меня по плану написано, непереносимость гальванического тока, но это человек сам должен, знаете, предупредить. Как правило, пока первый раз не попробуешь, непереносимость не узнаешь, есть она у тебя или нет. Да, вот штифты, да, Татьяна, изолировать по возможности, но я говорю, легко изолировать те, которые стоят в нижней челюсти. Если стоят верхние, то мы не сможем их изолировать полностью, потому что здесь у нас как бы кожа, которую мы еще все-таки обрабатываем, да, по костному краю орбиты, а сюда уже, ну, ту рунду никак не положишь, да, и капу не наденешь, поэтому здесь как раз, если они не какие-то там в тефлоне, знаете, есть какие-то вот такие, я не стоматолог, вот, и поэтому этих нюансов, может быть, не расскажу, но вот у стоматологов, как правило, люди, которые эти процедуры себе проводят, да, ну, то есть как бы назначают, обычно консультация требуется все-таки стоматолога, какой имплант стоит, да, из чего там этот штифт, непосредственно металл в кость вкручен или нет, вот, то есть здесь сейчас много современных появилось каких-то, которые не разогреваются от электрического тока, но это надо тогда точно знать. Ну, по-любому, если имплант устанавливался там лет 15 назад, то он 100%, скорее всего, не изолированный. Вот, в нижней челюсти там просто мы прокладываем сухую турунду, может быть, за время процедуры пару раз ее можно поменять, если обильное слюноотделение, она быстро пропитывается, или специальные капы такие вот бывают, как для боксеров и подобие, которые тоже как изолятор используются. Но они, естественно, дороже, они должны быть индивидуальны, и понятно, что мало где они есть в кабинетах косметолога. И, естественно, купероз, тоже такой камень преткновения. Купероз является, в принципе, противопоказанием для воздействия электрическим током. Опять-таки, это не относится к микротоковой терапии. К микротоковой терапии, наоборот, процедура выбора, так сказать, для нормализации состояния капилляров при куперозе, как лечебно-профилактическое воздействие. А вот дезинкрустацию, ионофорез при выраженном куперозе делать не стоит. Опять-таки, если есть парочка сосудиков на крыле носа, которые практически у всех есть, то это не страшно, мы их обходим, мы их не трогаем, и, в общем, в принципе, ничего такого не будет. А если все-таки у человека или выраженный купероз, такой много очень сосудиков, сосудистых звездочек, тонкая кожа с вот этими расширенными сосудистыми звездочками, или у человека розация, например, с выраженным куперозом, то тогда лучше не делать ни гальваническую дезинкрустацию, ни ионофорез такому пациенту, потому что все-таки мы помним, что при воздействии с катода у нас сильно расширяются сосуды, хрупкие сосуды могут повредиться, поэтому купероз не является таким прям абсолютным противопоказанием, но, как правило, все-таки ни дезинкрустация, ни ионофорез, ни ионофорез при процедуре, при куперозе процедурой выбора, методикой выбора не является. Ну и наличие кардиостимулятора, разумеется, тоже для аппаратных процедур является запретом. Когда мы, собственно, делаем гальваническую дезинкрустацию? Чаще всего мы ее делаем тогда, когда у нас жирная кожа с тугими порами, чаще всего это молодая кожа, потому что из уже возрастных, атоничных пор, даже если кожа была в молодости очень жирная, достаточно легко эвакуировать кожное сало. Более того, как правило, уже после 45 лет кожное сало не так сильно образуется, ну не у всех, конечно, но чаще так оно бывает. И поры остаются, конечно, видны, но они не забиваются так сильно. А вот молодая кожа, жирная или комбинирная, с тугими порами, из которых вручную очень тяжело эвакуировать вот эти вот комедончики, это как раз хороший вариант для гальванической дезинкрустации. Более того, у молодых пациентов, как правило, и противопоказаний обычно еще нет, и всяких металлоконструкций, и штифтов, и имплантов металлокерамических во рту нет. Поэтому можно спокойно эту процедуру делать, как этап комплексной чистки, например. Также можно делать гальваническую дезинкрустацию как этап от травматичной чистки, то есть когда мы не удаляем комедон или пустулезные элементы, когда мы, собственно, на чувствительной, ну такой относительно чувствительной кожи работаем, например, или когда у нас есть много воспалительных элементов, и нам не показана комплексная чистка, а травматичную мы сделать можем. У нас много, на самом деле, на ютубе роликов про травматичную чистку, и моих, по-моему, и не моих. Вот, ну на самом деле там суть в том, что мы просто не используем этап работы с кожей при помощи ложки уна и так далее, да, то есть не эвакуируем какие-то воспалительные элементы. А при от травматичной чистке мы делаем холодное распаривание или какой-то легкий пилинг, и после этого мы делаем глиниевую маску и завершаем процедуру как раз маской успокаивающей, о которой я чуть позже расскажу в протоколе, которую многие, кто с нами постоянно, уже знают, конечно же, что мы для этого будем использовать. Вот. В случае внедрения, да, в этот протокол гальванической дезокрустации как раз она делается на этапе подготовки кожи. То есть мы делаем холодное распаривание, гальваническую дезокрустацию, смываем все, и потом делаем уже маску сначала с калином, а потом маску успокаивающую. Вот. И в конце можем завершить дарсонализацию процедуру. Препараты выбора. Естественно, у нас достаточно ограниченный арсенал. Нам, в общем-то, нужен щелочной хороший гель для раскрытия пор и щелочной лосьон, по которому мы, собственно, будем проводить непосредственно процедуру. Поэтому у нас есть лосьон дезокрустации, гель дезокрустации, вот эта вот парочка, она всегда покупается косметологами в кабинет для как раз аппаратных чисток. Вот. А чем нам, собственно, процедуру закрыть? Я, честно говоря, в последнее время, с тех пор, как вышел альфадерм, наш с медальной кислотой, я люблю любую чистку, атерматичную, комплексную, закрывать им. Потому что, во-первых, слабокислый ПАЖ, там в районе от 3,8 до 4,1, он позволяет предотвратить какие-то погрешности поведения пациента после процедуры, даже если он ваши рекомендации не соблюдает, тщательно и скрупулезно, руками там грязными трогает, одноразовыми салфетками не вытирается и навочку не постирал, то, в принципе, кислоты в этой сыворотке, которую мы будем использовать, например, вечером, они и после чистки, которую мы нанесли, они немножко предотвратят обсеменение кожи условно-патогенной микрофлоры и, соответственно, у нас не будет обсыпания после чистки, как это бывает. Стоп-акне тоже может использоваться для этой цели и для того, чтобы закрыть чистку. Также мы можем, конечно, закрыть противоспалительным гелем серый Демотен и пектиновым гелем, который тоже является слабокислым, у него 3,5 ПАЖ и таким образом мы можем закрыть чистку одним из этих четырех средств по выбору. Для меня лучше всего в данном случае Альфа-Дерм. Мне больше всего нравится. И, соответственно, уже после того, как мы закрыли, мы тогда уже можем провести дарсонвализацию. Я потом это еще раз повторю, как это протокол будем разбирать. И, собственно, дарсонвализацию мы можем сделать как уже по впитавшейся, ну, то есть по сухой коже мы делаем всегда дарсонваль, вот, без всяких каких-то срез дополнительных нанесенных. А также, если поры у нас не атоничные, не такие, не зияющие, не открытые, то есть они хорошо закрылись после обработки сплюса и вообще кожа достаточно молодая и упругая, то мы можем антисептическую пудру использовать и по ней сделать, например, дарсонвализацию. Вот. Протокол, да, протокол процедуры, он, в общем-то, не сложен. Мы очищаем кожу очищающим гелем. Сейчас у нас появились еще муссы, тоже, которые многие пациенты любят за их приятный аромат и за такую текстуру тактильно приятную. Мусс с алоэ вера чуточку пожёстче, да, мусс с витамином С чуточку помягче. Вот. Но они все не содержат ни СЛС, ни СЛЕС, то есть они не содержат лурет-сульфат, лурил-сульфат, они все являются очень мягенькими, очень нежными, не щипнут глаза, то есть можно мыть все лицо и убирать косметику, даже с сон вокруг глаз. Но в кабинете, как правило, с точки зрения универсальности и, например, для чувствительной кожи и для аллергиков, то есть практически без задушек и то, что он чуть дольше не кончается, конечно, гель очищающий на первом месте. Вот. Им очень комфортно смывать макияж с глаз, тушь, там, тени. Вот. Поэтому очищаем кожу с гелем очищающим, потом протираем тоником для жирной и проблемной кожи и дальше наносим гель дезинкрустирующий для холодного распаривания. Мы его наносим средним слоем под масочку пленочную, либо под обычную пищевую пленку, несколько полосочек положили, и на 15 минут. После этого, ну вот если мы, например, ультразвук делаем, мы помним, да, что мы пленочку сняли с лба, почистили лоб, потом перешли на другой участок, сняли пленку, почистили здесь, по-другому. Мы пленку снимаем всю сразу и заменяем ее на салфетку, вот такую вот, наподобие, удобнее всего, да. Ну, можно, конечно, и самому из вот этих вот сделать такое, вот, но есть уже готовые маски, поэтому чаще всего я, например, их использую. Смачиваю в лосьоне дезинкрустирующем, отжимаю немножко, и вот эта влажная салфеточка лежит у нас, смазочка на лице, поверх остатков геля. После этого мы настраиваем аппарат, как я показала чуть раньше, и прислонив уже к коже наш электрод активный, да, вот у нас маска лежит, да, на лице, например, да, мы прислонили электрод, вот, и выставляем силу тока до появления комфортного покалывания мурашек, и, собственно, проводим процедуру. 7 минут мы работаем с минуса по щелочной среде, таким образом у нас как раз реакция омоления жиров на коже, при том, с белка происходит. После этого мы, после того, как мы все лицо обработали, 7 минут, естественно, шею мы не обрабатываем, вот, блощетовидные железы мы не трогаем никогда, никакими вообще аппаратными методиками. Вот, лицо обработали, особенно хорошо стараемся на Т-зоне, где у нас больше всего обычно поры закупываются, и после этого мы убираем вот эту маску, берем новую, смачиваем ее в кипяченой или бутилированной воде, либо, если воды хорошей нет, можно тоником нейтральным, например, тоником для жирной проблемной кожи смочить эту салфетку, укладываем ее, то есть мы смыли остатки геля, все смыли водой, как положено, да, взяли новую салфеточку, положили на чистую уже кожу, с водичкой или с тоником, и прошлись еще две минуты с плюсом. Соответственно, мы либо кнопочкой полярность, смена полярности, да, полярность меняем на электродах, да, либо перетыкаем электроды, если другой аппарат, и менять полярность нужно при помощи переставления электродов. То есть первый этап процедуры гальванической закрустации, это мы работаем с минуса 7 минут, а второй этап, это мы работаем с плюса, поводили по нейтральному тонику еще две минуты. Соответственно, если нам нужно добавить в протокол чистки этап мануальной чистки, то есть убрать там комедончики, да, или поработать с ложкой уны, убрать несколько пустулезных элементов, то этот этап лучше всего добавить как раз между первым и вторым. То есть когда мы с минуса все обработали, мы можем даже по частям, да, по зонам снимать вот эту вот масочку, да, убрать остатки геля, обработать кожу хлоргексидином, убрать пустулу, там, допустим, выдавить какие-то комедоны, обернув пальчики салфеткой, да, и потом перейти уже на другой участок. То есть мы в принципе этап мануальной чистки можем спокойно добавлять, точно так же поэтапно все сделать, и только когда мы все закончим уже, мы уже смываем все остатки наших средств, которые были на коже, у нас на месте удаленных пустул может быть конечно дезинфицирующий какой-то раствор, да, использоваться можем в принципе использовать хлоргексидин или использовать октонисеп, тот же самый не спиртовой. После этого мы наносим уже масочку с нейтральным тоником или с водой, обрабатываем две минутки с плюса, чтобы поры у нас закрылись, эпидермис посушился, после этого мы берем болтушечку какую-нибудь цинково-камфорную наподобие, как у меня тут есть, и все пустулы естественно ватной палочкой еще дополнительно вот этим лосьоном под сушечкой локально обрабатываем, наносим. После этого мы делаем поры суживающую маску, любую, которая вам нравится, я люблю на самом деле израильские, ну, самые термоядерные конечно, это джиджи, их теологи для меня, они все пациенты способны выдержать ощущения, чуть помягче у них вот такая вот сивит, вот, еще из моих таких фаворитов, вот, и достаточно простая, и в общем она комфортно переносится, янсенская, вот, пурифриант, пурифайн маск, ну, очищающая маска, вот, еще, в принципе, можно 103-ю или 105-ю енку использовать, кто на чем работает, тот ту глиняную маску берет, я очень жду, что скоро у нас в Гельтеке появится наконец-то маска с Калином, ну, как скоро, относительно, потому что она у нас сейчас идет уже в разработке, ждем на тестирование, на клинические испытания маску, поэтому, собственно, я надеюсь, что скоро у нас будет уже и своя, кстати, если кому-то интересно участие в клинических испытаниях, вы находитесь там в Москве или ближайшем подмосковье, то являйтесь, естественно, профессионалом-косметологом, то можно к нам написать на сайте, на тот же самый инфо собака, вот, насчет участия в клинических испытаниях, испытаниях косметики, и с вами свяжется специально обученный человек, который расскажет всю эту систему, естественно, мы тестировать препараты даем уже на широкой публике уже только на втором этапе клинических испытаний, когда они все прошли первые, когда у нас все-таки штатные специалисты, их пациенты, в общем, испытуемые, это все уже, как говорится, одобрили, и, в общем, это такое дело безопасное, но, естественно, клиническое испытание, это всегда интересно, и, собственно, если кому-то, как говорится, нравятся такие вещи, то можно тоже поучаствовать. Контакты у нас, я думаю, в нашем офисе, если тогда туда написать на почту, дадут, и уже там отдел наших новых разработок с вами свяжется, координатор, и расскажет, что и как, потому что есть свои нюансы, например, когда средства от купероза мы используем, мы ищем пациентов как раз с куперозом, но мы, естественно, не берем людей в обострении разаться, то есть там есть очень много своих нюансов, когда мы испытываем какие-то средства интересные, и в общем это тоже такой, как говорится, момент, который может быть кому-то будет интересен, можете написать нам на почту и узнать. После маски с коалином мы ее смываем и делаем обязательно успокаивающую маску, если это полный протокол, чистки, всегда успокаивающая маска должна быть в конце, потому что сейчас, конечно, уже не принято отпускать пациента после чистки с красным лицом и с какими-то следами экзекуции, и поэтому всегда успокаивающая маска. Ну и успокаивающая маска, конечно, я буду банальной, любимый мой вариант, и в общем многих тех людей, кто с гельтеком уже давно общается, это маска из геля для сухой и нормальной кожи Нео и лосьоноконцентрата Нео, когда мы берем на очищенную кожу, наносим гель аппаратный с сосудокрепляющими компонентами, с липосомальным дегидрокверцитином, то есть такой очень активный гель, который называется гель для сухой нормальной кожи Нео и находится в серии Hydratation. Его наносим таким средним слоем, поверх него кладем вот такую вот масочку, опять-таки чистенькую, новую, и эту масочку пропитываем при помощи кисти, удобнее всего это делать, лосьоном-концентратом Нео. А лосьон-концентрат Нео у него практически такой же по ингредиентам состав, как у геля для сухой нормальной кожи Нео, но у него еще больше, то есть он более концентрированный, у него в составе больше липосомального дегидрокверситина, аж 10%, то есть это такой именно концентрат. И в данном случае он наносится поверх геля, чтобы не вытягивать, как говорится, активы из геля, а наоборот потенциировать его действие. наносится поверх вот этой масочки, кладется, укладывается на лицо сухое махровое полотенчик, и на 15-20 минут пациент отдыхает под такой маской, после того, как мы маску снимаем, там уже практически незаметны ни следы, где мы пустулы удаляли, они практически как иголочный вот такой укольчик, да, остаются, ну то есть очень хорошо затягиваются повреждения за это время, очень хорошо успокаивается кожа, сужается сосуд, лицо становится такое белое, фарфоровое, и поэтому эту успокаивающую маску очень хорошо делать не только после всяких антиэйдж, там процедур на выход, микротоковая терапия, а как раз после чисток в качестве завершающего этапа она очень хорошо работает. Вот, и после этого мы уже наносим, ее смывать не нужно, просто этой же маской мы там, если где-то гель не впитался, остатки сняли, вот, под эту маску не нужно слишком много геля класть, там буквально такой средний слой. Вот, и уже на успокоенное лицо после этой маски мы наносим завершающие средства. Как я уже говорила, мне больше всего нравится на данном этапе альфа-дерм использовать с миндальной кислотой, а также можно использовать любые другие средства с противовоспалительными компонентами, которые можно наносить после чистки, например, стоп-акне, если много, например, было каких-то пустулезных элементов, вот, можно наносить гель пектиновый или демотен, то есть по требованию, по показаниям, то есть вы уже сами смотрите, что пациенту лучше будет, на ваш взгляд. И опционально уже после завершения всех, как говорится, воздействий, когда кожа уже полностью подсохла, мы можем сделать несколько минут доросновализацию контактным методом прямо по сухой коже. Когда кожа не очень сухая, ну, как бы, или хотят побыстрее, иногда берут такой, как бы, лайфхак, можно сказать, хитрость, берут марлевую масочку, так вот, именно марлевую, не из панлейса, и по ней делают тоже контактным методом доросновализацию для того, чтобы не, как говорится, было, может быть, чуть-чуть комфортнее, но не все, опять-таки, любят марлевые маски, потому что иногда, пока она лежит на лице, где-то там отпечатываются, эти клеточки, решеточки, вот, и с другой стороны, она, в общем-то, не особо и нужна, достаточно по сухой коже обработать, вот, а места пустулезных элементов, если мы их удалялись, была комплексная чистка, мы дистантным методом удаляем, ну, в смысле, не удаляем, обрабатываем, то есть прижигаем, пристреливаем, вот, и для этого можно, конечно, уголочком грибовидного электрода это сделать, в принципе, нормально, а можно, если есть у вас обычный, вот такой вот электрод, палочковидный, да, или зогнутый, вот, то им можно более точно и точечно обработать воспалительные элементы, которые вы экстрагировали. Вот, собственно, весь протокол, да, если по протоколу есть какие-то вопросы, пишите сейчас, а, вот в графе у нас, можно ли будет, Ольга спрашивает, посмотреть вебинар записи, да, он должен будет, во-первых, выйти на Ютубе, через какое-то время, не могу гарантировать точно, какое, сейчас как-то очень долго они конвертируются, вот, но вам все равно на почту, как участнику, придет ссылка на записи, она приходит практически, как я понимаю, сразу, ну, достаточно быстро, вот, в течение нескольких дней, и поэтому можно будет его пересмотреть по ссылке, которая индивидуально уже тем, кто участвовал, только приходит, вот, ну, еще, соответственно, промокод на скидку, мы там в начале, не знаю, там, с самого начала, не с начала, вот, я в конце опять его напишу, вот, и в течение, недели после вебинара, обычно действует еще скидка 10% по промокоду, который суммируется с вашими всеми бонусами специалистов, вот, ну, и закончим мы домашним уходом, домашний уход у нас в межпроцедурном периоде, как правило, так как мы речь ведем о дезинкрустации, соответственно, чаще всего это пациенты с жирной комбинированной кожи, и домашний уход, он будет направлен на, соответственно, сиборегулирующую коррекцию выработки кожного сала, на, так сказать, работу с чувствительной кожей, то есть все, что мы, как правило, назначаем для жирной комбинированной кожи, опять-таки, будет, конечно, разница, если это возрастной пациент, или это, например, пациент молодой, вот, но для очищения мы можем брать любое очищающее средство наше, и гель очищающий, и мусс, алоэвера, ему с витамином С, например, который любят, например, пациенты постарше часто, вот, и тоник, например, для жирной проблемной кожи, как завершение очищения. Для пациентов постарше можно, например, вместо тоника для жирной проблемной кожи использовать лосьон концертат Нео, который я вот лично считаю для себя, для себя идеальным тоником, как категория 45+, и, собственно, для возрастной кожи это, конечно, суперсредство в качестве тоника использовать такой активный концентрат, потому что тоник, конечно, с таким богатым составом найти просто нереально, и здесь как раз будет и выравнивание небольшого тона за счет минимизирования покраснений каких-то, и, в общем, кожа становится такой более свежей, отдохнувшей, когда мы регулярно этот лосьон концентрат используем, более того, мы дома его можем использовать не только как тоник протирать после умывания дисками ватными, а можем лосьон концентрат Нео наносить на вот такую уже салфеточку или какую-нибудь масочку и делать себе такие успокаивающие компрессики, допустим, пару раз в неделю, когда кожа очень, как говорится, подверглась агрессии внешней среды, можно сказать, можем делать такие 10-15-минутные масочки, если у нас еще и гель для сухой нормальной кожи Нео есть, можем прям полноценную маску сделать, как в конце процедуры чистки, вот, успокаивающую с эффектом фарфоровой кожи, но в целом у нас есть варианты использования этого тоника лосьона концентрата Нео, но если просто молодая, допустим, жирно-комбинированная кожа, то достаточно тоника для жирной проблемной кожи с гомомельсом. Наутро мы наносим стоп-акне, если есть воспаления какие-то, то есть на участки с воспалением. Стоп-акне это не локальное средство, это средство, которое, в общем, и сибурегулирующим эффектом обладает и способствует заживлению, например, более быстрого воспалительных элементов за счет того же депантенола в составе и она наносится участками. То есть если у вас, допустим, два прыща на подбородке или на лбу, то мы мажем весь лоб или весь подбородок. Можем на все лицо наносить ее. Также мы можем использовать гель Демотен, если каких-то проблем нет особых. Можем использовать крем, соответственно, поверх стоп-акне, например, или поверх Демотена или просто без того или другого. Крем для комбинированной кожи с SPF 15, если это кожа, например, возрастная, там уже какие-то антиреческие средства утром можем добавить. Например, прекраснейший наш обновляющий, в смысле не обновляющий, а концентрат 5 пептидов, который у нас вышел не так давно, и там 21% пептидов. И, в общем, на самом деле это такой, можно сказать, очень интересный препарат, потому что найти такое количество и концентрацию пептидов еще и по вполне себе приемлемой цене достаточно сложно. А там 2-ми релаксанта леофасиларгирелин, там в составе у нас и релестаз пептид, такой как бы стимулирующий, и ремодулирующий пептид, трипептид меди, трипептид, вот этот, как бы, он не только работает с как бы омоложением, он еще и регенерацию усиливает, то есть у него очень много всяких функций и все эти, еще, естественно, матриксил, морфомикс там в составе, вот, и достаточно большие их концентрации. Вот, амиорелаксантов там 10% в комплексе, то есть по 5 каждого, релестаз 4%, 2% морфомикса и 5-трипептида меди. Вот, и таким образом они блокируют и ферменты эластаза, которые у нас коллаген, эластин разрушают и упругость кожи повышает. Но в целом 5 пептидов, если использовать регулярно, особенно, как говорится, какое-то время, да, потому что все-таки пептиды у нас накопительный эффект, хороший дают, надо попользоваться хотя бы там полтора-два месяца, чтобы вот максимум этот эффект получить, то, конечно, кожа собирается, она такая более упругая, более плотная становится. И, конечно, да, 5 пептидов это активная сыворотка, можно сказать, must-have для 35-40 и 45 плюс и так далее, и так далее. То есть, под какой-то уходовый крем можно наносить. Вот, вечером, естественно, если жирно-комбинированная кожа, опять-таки, идет стоп-окне, и там уже можно работать с, например, какими-то слабокислыми средствами или средствами, которые имеют в составе и кислоты, и какие-то антиэйдж-компоненты, как, например, обновляющий флюид альфадерм, там и миндальная кислота, и другие ахокислоты, и плюс еще дмайя, которые дают лифтинг, и акваксил, как увлажнение, то он очень хорошо переносится, не щипет, не дает дискомфорта, несмотря на кислоты в составе, и даже наоборот, он уменьшает склонность к покраснениям, в отличие от многих других кислотных средств, и, как бы, очень хорошо себя показал, например, даже у пациентов с элементами купероза, с розацией, в ремиссии, да, то есть понятно, что в обострении мы не будем это наносить, но вот в ремиссии тоже, когда еще покрасненькие, сохраняют стойки, очень хорошо тоже работает, ну, естественно, на коже склонны к воспалениям, к поствоспалительной пигментации, альфа-дерм тоже хорошо очень себя показывает, поэтому его можно на вечер как раз использовать, также, естественно, если кожа более возрастная, например, и склонна к воспалениям, очень хорошо работает активный ретинол, активный ретинол у нас есть в средствах ретидерм 0,25 и 0,5, ну, про ретинол у нас много сказано, можно всегда посмотреть и обзор там на сайте, и можно и видео, у нас есть видео на ютубе уход 40, там, 5+, ну, в общем, антивозрастной уход, там тоже я много рассказываю про пикислоты, про пептиды, про ретинол, три кита, так сказать, можно сказать, нашего антивозрастного ухода, но самый основной нюанс, то, что надо обязательно прочитать инструкцию, когда мы используем активный ретинол, потому что у него есть свои побочные эффекты, он может повышать чувствительность кожи, подсушивать ее, поэтому его надо использовать четко, правильно, по инструкции, то есть наносить на сухую кожу, то есть спустя там полчаса после умывания, носить его строго вечером, днем использовать при этом SPF, вот, кроме того, его нужно начинать с более маленькой концентрации, потом в течение там, допустим, пары месяцев, можно уже 2-3 месяца попользоваться, переходить, например, на 0,5, ну, или там, чуть раньше, в зависимости от кожи, вот, и используется он сначала 2-3 раза в неделю, потом уже переходим на, через день, и некоторым этого вполне достаточно, то есть ежевечернее применение даже и не нужно зачастую, вот, поэтому здесь как раз есть свои нюансы, и тогда кожа будет постепенно уплотняться, и будет, естественно, работать еще не только ретинол, там неоцинамид составит, амин С, кожа будет более свежей, сияющая, более, как бы, поры будут сужаться, немножко в том числе, атоничные, как за счет повышения упругости кожи, так и за счет того, что неоцинамид работает, как себе регулятор, и будут капилляры укрепляться, тоже будет выравниваться тон, за счет этого в том числе, потому что помимо ретинола, опять-таки, в обоих ретидермах есть неоцинамид, вот, то есть интересный препарат, который я не пробовала, как раз осенью, самое оно его использовать, если вам уже за 35, там, и, собственно, можно посмотреть его на сайте, как им пользоваться, вот, ну, естественно, как активный ретинол, если в молодом более-менее возрасте, и, ну, не только в молодом, а там за 35, но вы решили, как говорится, пополнить семью, еще одним ребеночком, то ретинол тогда нельзя, вот, то есть при планировании беременности, при беременности, ретидерм 0,25 и 0,5 противопоказан, то есть, надо его тогда уже отложить на после, вот, в молодом возрасте ретинол, конечно, можно использовать, но, как правило, в молодом возрасте ретинол используется для коррекции именно высыпания, для коррекции высыпания лучше использовать синтетический аналог ретинола, это адапален или тазоротен, да, ну, на стране используется адапален, чаще всего гель-тиферин, или там комбинация с бензилпероксидом, ну, то есть, можно, в принципе, при плохой переносимости синтетических вот этих вот ретиноидов, пробовать заменить на ретинол, чистый ретинол, который у нас как раз в инкапсулированной форме в ретидермах. Но чаще всего, конечно, в драматологии используются именно при акне синтетические ретиноиды, такие как адаполем. Один-два раза в неделю можно делать глубокое очищение, то есть энзимной пектиновой маской. После энзимной пектиновой маски, естественно, можно делать любые другие маски активные, они лучше работают. Можно делать глиняные маски, если на пироцель стоит сузить поры, подсушить немножко кожу. Можно делать тканевые маски, различные кремовые и прочие. Там, например, интенсивно увлажняющие маски, такие как наше акваудовольствие. То есть, в принципе, энзимная маска – это отличная подготовка кожи к внедрению каких-то активных веществ или каких-то активных воздействий. И единственное, что ее нельзя делать чаще, чем два раза в неделю. Потому что все-таки это хоть и легкий, но все-таки пилинг. Ну и озония вокруг глаз мы не забываем. То есть гель для кожи вокруг глаз при склонности к отекам, темным кругам. И крем-сыворка для век с эффектом лифтингов, в который тоже входит пептид, например, матриксиламорфомикс. Ее можно использовать как раз, если задача укрепить немножко, разгладить кожу, немножко дать ей питание. То есть, по сути, где-то лет до 28-30 геля обычно достаточно, а потом уже переходит на сыворотку, крем-сыворотку для век. Вот, наверное, все, что я хотела сказать про домашний уход. Если какие-то есть вопросы, задавайте. Так, если у клиента есть папулы, спрашивает Ольга, что можно, например, давать в уход? Если есть папулы, мы, к сожалению, не можем их удалить в процессе чистки, потому что эти элементы не экстрагируются, они находятся глубоко под кожей. Но для рассасывания этих элементов в уход, если их немного, конечно, если это не прямо акне, иногда достаточно стоп-акне и альфа-дерма, иногда даже хорошо их комбинировать. Например, утром стоп-акне, а вечером альфа-дерма. Ну и днем хоть какая-то солнцезащитка небольшая, хотя бы крем с SPF 15 для комбинированной кожи серии Home Care для того, чтобы все-таки сейчас еще такое солнце бывает активное, больше двух-трех уровней соляции. И, соответственно, если это уже прямо акне, который требует лечения, то чаще всего все-таки обратиться к этому пациенту, если вы конкретно сами не назначаете препарат, то есть не являетесь дерматологом, то направьте к смежному специалисту, то есть к дерматологу, который назначит ему, например, как правило, топические ретиноиды назначают, и, в общем, там уже свои нюансы. При уходе с ретиноидами, с ретинолом, энзимный пилинг можно. Другое дело, что если у вас пероральный ретинол, то есть ракутан пьет пациент, и у него очень сохнет кожа, она очень тонкая, сухая и чувствительная, то даже наш энзимный пилинг может, его надо пробовать. У нас есть вот эти 5-миллилитровые маленькие пробнички, их можно дать попробовать, как кожа будет переносить. Потому что понятно, что даже на ракутане, как говорится, уход все равно нужен, и иногда даже больше нужен, чем когда у человека нет проблем никаких с кожей. Поэтому действительно надо пробовать смотреть. Возможно, раз в 7-10 дней энзимный пилинг будет вполне нормально, потому что он очень мягкий и легкий. Вот, например, пилинг миндальный наш, вот уже такой прям пилинг, я бы не рекомендовала, если, допустим, человек либо лечится синтетическими ретиноидами топическими, ежевечерними, нанося их, либо пьет пероральные ретиноиды, вот, третиноин из третиноин использует, то, конечно, да, кожа там очень такая чувствительная и пересушенная, обезвоженная. Там как раз больше надо с обезвоженностью бороться, какие-то барьерные средства использовать, возможно, средства с прой-пребиотиками, такие как пробиоскин. Вот, ну а так, в принципе, энзимный пилинг можно, надо просто смотреть, не будет ли слишком там щипать, не будет ли покраснение от него, не будет ли кожа реагировать как-то неадекватно, потому что в норме на энзимный пилинг наш, на энзимную пектиновую маску, особо не реагирует никто никак, никаким дискомфортом, она очень хорошо переносится. Вот, и еще ее можно, например, не класть под пленку, а делать по ней легкий массаж руками влажными, и тогда, ну, немножечко помягче будет действие, не сильно будет разрыхлять, но отшелушивать будет неплохо. Вот, может быть, такой вариант будет комфортней. Вот так. Вот. Какие-нибудь еще вопросы есть у вас? Я, наверное, тогда буду на этом заканчивать, если вопросов нет. Сейчас напомню вам еще промокод. Чуть не забыла, да. Промокод у нас звучит Гальваника, большими буквами. Сейчас напишу. Гальваника. Вот, и по традиции, да, если вы в течение недели какой-то там заказ делаете на сайте официальном, то можете по этому промокоду дополнительную скидку 10% получить. Вот. Еще хочу сказать, может быть, вы не в курсе, что у нас открылся шоу-рум в августе, вот, и мы, кто в Москве, вот, может к нам ездить, например, сама вывоза забирать, и вообще просто проконсультироваться, например, у нас там штатных два косметолога работает, вот, там могут, можно попробовать любую текстуру, абсолютно там все бесплатно, консультация с косметологой, попробовать, посмотреть, и пощупать. И находится он на Новокузнецке, между, ну, там, Добрыненской и Третьяковской, или Новокузнецкой, то есть на Пятницкой улице, дом 59. Очень удобно расположен наш шоу-рум, то есть там проводятся мастер-классы теперь, будет, кстати, у нас мастер-класс ближайший именно для профессионалов в сентябре по микротоковой терапии, там следите за анонсами, кому интересны микротоки, приходите, будет там в шоу-руме, там, конечно, у нас не так много народа помещается, поэтому там запись ограничена, там, по-моему, 15 или 20 человек туда помещается, вот, но, если успеть записаться вовремя, то можно туда прийти, опять-таки все бесплатно, как обычно у нас, вот, и очень приятное место на самом деле, вот, так что приходите к нам в шоу-рум, там все есть, кто, кто, допустим, хочет что-то попробовать, там, потестить, там, тестеры всякие есть, в общем, короче, очень там такое приятное пространство, вот, приглашаю вас, и прекрасный докосметолог Татьяна и Никита у нас там работают, которые тоже проконсультируют, все расскажут, покажут, уход разберут, если там неспешно.